О ситуации на фронте говорим с нашим гостем. На связи военный обозреватель Денис Попович. Денис, рады приветствовать вас на Фридом. Доброе утро. Доброе утро. Денис, это Кавдеевка, которая по счету волна российского наступления. Сейчас и военные эксперты говорят о смене тактики противникам. Некая бахмутская, вагнеровская тактика, то есть наступление малыми пехотными группами. С чем это связано и насколько она может быть эффективной? С большими потерями это связано. Они меняют тактику для того, чтобы попытаться продалить нашу оборону и взяли в качестве опыта то, что было под бахмутом в исполнении чувака вагнера. Когда им все-таки удалось захватить большую часть города, и сейчас они пытаются такие же вещи подавлять под Авдеевкой в надежде на то, что принесет такой же эфир. Но местами у них получается продвигаться, и это надо признать. Однако те потери, которые они несут, уже понесли и понесут еще в будущих своих попытках продавить нашу оборону, они, безусловно, нивелируют всякий военный эффект от этого наступления. Если говорить о выводе аналитиков о том, что снизилась интенсивность авиаударов и сократила РФ количество бронетехники на Авдеевском направлении, с чем это может быть связано сейчас? По поводу авиаударов это может быть погода. Сейчас она на самом деле ухудшилась, и наступает зима. По поводу того, что у них стало меньше бронетехники, меньше ударов бронетехники, понятно, что просто стало физически меньше, потому что ее уничтожают на поступках к Авдеевке в частности. А вот речь идет о том, что прежде велика активность пехотных штурмов, но это свидетельство о том, что они продолжают атаки, в том числе и малыми группами, о чем мы с вами говорили выше. Денис, если стать на позицию российского военного командования, то они хотели себя обезопасить, пытаясь захватить Авдеевку, как ворота в Донецк, обезопасить себя от возможного наступления вооруженных сил Украины в направлении Донецка. Если с обратной точки зрения смотреть, насколько можно рассматривать Авдеевский плацдарм для дальнейшего продвижения российских сил, хватит ли там резервов, потенциала, и насколько вооруженные силы Украины могут этому противостоять? То, что вы назвали ворота в Донецк, это третья, четвертая или пятая причина, которая могла сподвить у них на наступление. Я уже много раз говорил в эфире вашего телеканала о том, что причины наступления под Авдеевку, они лежат в политической плоскости. Это добыть победу как таковую. Сейчас есть две позиции, два мнения, почему это может происходить. Я высказывал с ту точку зрения. Это победа как таковая для того, чтобы положить на стол переговоров в надежде заморозить войну и дальше получить передышку, накопиться силами и потом в какой-то среднесрочной перспективе попробовать продолжить наступление уже с более выгодных позиций. Вторая причина – это какой-то победный кейс для того, чтобы подкрепить выдвижение Путина на выборы. Мы знаем о том, что в середине марта в России ожидаются выборы. Понятное дело, что победитель этих выборов предрешен, но Путину, очевидно, хотелось бы выйти на эти выборы с какой-то победной ноткой. Он мог бы предложить в качестве этой нотки окружение Авдеевки. Вот, в общем-то, как бы и все причины, самые главные, которые, на мой взгляд, являются драйверами наступления России стали под Авдеевку. А в ротах в Донецк, какое-то создание полздрава для дальнейших наступлений – это третья или четвертая причина. На самом деле, почему? Потому что будет положено столько войск, что для того, чтобы там дальше наступать в Донецкой области, нужна будет какая-то серьезная подготовка или приготовка. Почему тогда Авдеевка? То есть этот укрепрайон, украинские силы обороны еще с 2014 года достаточно серьезно подготовили. Почему не, ну хотя бы Углидар, почему там не сделать такую вот подвыбор и победу? Или тот же Купинск, если сейчас даже говорят, что из-под Купинска приходится перетягивать резервы к Авдеевке. Почему именно такой укрепрайон? Насколько вот с этой точки зрения, то есть именно в этом месте, почему тогда российская армия наступала? Ну, по состоянию на 10 октября мы должны с вами посмотреть, как там сформировалась линия фронта. Там она сама по себе образовала такой карман, в котором оказались наши части, защищающие Авдеевку. С севера и с юга там были сформированы такие клещи, которые российская армия попыталась сомкнуть, создав первую волну наступления под Авдеевкой 10 октября. Там она пару дней наступления продолжалась, но закрепнулась. Вот тогда, если бы это наступление имело бы успех, тогда имело бы, скажем так, военный смысл наступления под Авдеевкой. Почему? Потому что в таком случае российская армия не понесла бы таких потерь. Действительно могла бы с тем количеством войск, которые она стынула тогда под Авдеевкой, механизированными частями, пехотными и так далее, она действительно могла бы наступать дальше в Донецкой области. Конфигурация фронта подвинула их на то, чтобы там развернуть свое наступление. Поскольку они понесли потери, сейчас это чистые политические причины. С другой стороны, если говорить о том, что сейчас происходит на фронте, то мнение присутствующих под ключом к нашему эфиру, везде трупы российских военных, их никто не забирает. Вот так солдат РФ рассказывает о реальной ситуации на фронте. Также в утверждении своих слов записал видео, соответствующий ролик уже попал в сеть. И в нем рассказывается, как россиян обманом заманивают на войну против Украины, потом используют как пушечное мясо. Вот коротко послушаем и вернемся к обсуждению. Вот она война, один, впереди не пойду, потому что обстреливают 30 человек, лежит, не могут вытащить. Вы все думаете, мы тут бирюльки играем? Вон впереди все обстреляно. Вот пацаны тут прятали. Вот Магаз один валяется, вот Магаз второй. Да, понятно, ситуация достаточно серьезная сейчас на фронте, но вот это то, что показывают. Это вот эти самые штурмовые группы. Сейчас мы можем вообще говорить о том, кто присутствует со стороны россиян на фронте. То есть это вот эти мобилизованные, которых кидают на местные штурмы. Есть ли там подготовленные войска, либо такие более профессиональные подразделения, скажем так, приберегают на какие-то другие операции? Там есть разные войска. Там есть разные войска. Там есть мобилизованные, там есть более-менее подготовленные части, которые действительно приберегают. На острие этих атак и малыми группами, и местных штурмов, как правило, оказываются подразделения, так называемый «шторм-зет». Это люди, которые раньше бывали на Казани, либо отказники, которые ранее отказывались от приказа. С них сформировали эти подразделения и бросают их вперед, поскольку их не нужно считать. То есть этих людей не жалко. Там дальше могут быть мобилизованные, получившие более-менее приличную подготовку. Есть и подготовленные части. Нечего, как говорится, это все скрывать. То есть противник бросает подготовленные части для того, чтобы не закреплялись уже завоеванные позиции. То, что мы увидели на этих кадрах, свидетельствует о двух вещах. Первое о том, что, судя по всему, на этом участке, который показан, который продемонстрирован, были люди, которых особо не жалко. Возможно, либо «шторм-зет» были мобилизованные, получившие более-менее какую-то хоть подготовку, но тем не менее их все равно не очень жалко. И, в общем-то, это показывает отношение противника к своим солдатам, то есть как к расходному материалу, которых бросили вперед. Они там добились у кого-то продвижения и дальше их просто оставили. То есть раненых они своих не выносят. Это первое. И второе, в общем-то, как бы противник, опять же, не считается с потерями, продвигается вперед и больше его беспокоят политические цели. Почему? Потому что беспокоили бы военные цели, они бы так бы упорно не это ковали на этом участке. Денис, по поводу левобережья Херсонской области, вот сейчас появляются сообщения о том, что военные просят местных, местные власти, в кавычках, коллаборантов, собирать вещички, документы, эвакуируются ближе к Крыму. О том говорят, что, мол, вторая линия обороны на этом участке более надежная и так называемый жест доброй воли не за горами. Не хочется желаемое за действительное выдавать, но вот какова сейчас там ситуация на данный момент и возможен все-таки этот жест доброй воли со стороны российской армии? Ну, я думаю, что эвакуация коллаборантов по распоряжению местной популяционной власти, это скорее на сегодняшний день меры предосторожности, нежели по тому же жесту доброй воли. Хотя, если вспомнить сообщение пару недель назад о том, что там будет происходить перегруппировка на революбережье Христовской области, можно предположить, что такое решение о поступлении уже на столе. Однако пока его не объявляют. То есть кто-то там на каком-то уровне решило объявить и заявило о перегруппировке, но потом ударили, видимо, по рукам и это сообщение дезавуировали. Однако оно уже на столе. Однако окончательно такого решения еще не принято, и там будут бои. То есть противник пытается нас сбросить в Днепр, атакует плацдарм возле Крына, в том числе авиационными бомбами, в том числе и пытается выдавить нас из этого населенного пункта. Надо учитывать, что там по-прежнему сохраняется численное преимущество российской армии. По некоторым данным, только против нашего плацдарма в Крын как было выдвинуто порядка двух бригад в российской армии, это очень существенные силы, учитывая, скажем так, то соотношение, которое там образовалось. Поэтому говорить о подготовке жеста доброй воли я пока бы не спешил. Однако тот факт, что коллаборант эвакуирует, в связи с тем, что противник прекрасно соснает ту опасность, в которой над ними нависло, и, в общем-то, пытается это дело предупринять. Денис, мы сейчас очень много говорим о том, что те же события, которые сейчас под Авдеевкой, могут быть приурочены к так называемым выборам весной в России, к пресс-конференции Путина, которая уже в следующем месяце может состояться. Но, с другой стороны, мы можем сейчас сложить какое-то впечатление о том, когда вот эти все события пройдут, поменяется ли что-то на фронте, уменьшится ли эффективность и частота этих атак? Ну, понимаете, какое дело? Вопрос очень сложный, на самом деле. Он зависит от того, о чем мы с вами говорим. Потеряет ли украинская армия Авдеевку или не потеряет? И какие будут потери российской армии в тот момент, если наши, не дай бог, Авдеевку потеряют? То есть, если удастся российская армия замкнуть все окружение по малому или по большому радиусу. То есть, если потери к тому времени будут велики, то, конечно, противник будет вынужден перегруппироваться. Если к концу года, а стоит задача захватить Авдеевку именно к концу года, для того, чтобы подойти к конференции Путина, с тем, чтобы он там мог объявить о своем выдвижении. Если к концу года битва под Авдеевку будет продолжаться, а я склоняюсь именно к этому варианту, что к концу года еще сражение под Авдеевку будет продолжаться, он будет в самом разгаре, тогда о каких-либо серьезных, скажем так, планах России с Кармией на какое-то дальнейшее проблежение и речи не будет. Денис, по поводу недавней атаки беспилотниками по столице Украины, хотелось бы с вами обсудить вот этот момент. Почему так много? Почему без ракет? Это разведка, это истощение нашей ПВО. Вот все это вместе можете классифицировать? Ну, первый удар на Киев существенный за последнее время. Большим количеством дронов. Почему дроны? Потому что это более дешевый расходный материал. Они могут изготавливать их много, получать их много из-за рана. Дроны стоят дешевле, чем ракеты, и поэтому их можно запустить много. Я бы назвал бы это скорее разведкой. То есть они прощупали то, как наше ПВО, ПВО, которое прикрывает Киев, отреагировало бы на массивную атаку дронами. Именно дронами. Почему? Потому что они же могут дальше запустить и ракеты. То есть осуществить большой массивный удар дронами по Киеву в частности и подкрепить это ракетным ударом. Они посмотрели, насколько ПВО Киева, противовоздушная оборона Киева, смогла справиться с массивным ударом дронами. Вполне возможно, что скоро может быть удар комбинированный и дронами, и ракетами. Будем смотреть. Я пока склоняюсь от такой вот очень серьезной разведки боя. Кстати говоря, к этому сейчас привлечено внимание очень многих. О том, что Россия, например, испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа «Калибр», сообщает британская разведка. Способность Черноморского флота РФ эксплуатировать свою базу в Новороссийске для перезагрузки кораблей крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором, который повлияет на его эффективность. Аналитики подчеркнули, что традиционно РФ проводит перезарядку ракетами в Севастополе, но теперь это опасно из-за украинских атак, поэтому Москва начнет больше полагаться на Новороссийск. Сейчас страна-агрессор стремится преодолеть логистические проблемы, чтобы использовать крылатые ракеты морского базирования для ударов по Украине зимой. Очевидно, что такие атаки готовятся, но все-таки по сравнению с прошлым годом, что мы можем сказать и об ассортименте того, что против Украины может использовать Россия, и о возможности, скажем так, в полной мере использовать вот это свое вооружение, весь ассортимент и крылатых ракет, и дронов, и все остальное. Ассортимент такой же, что и в прошлом году. Калибры Х-101, Х-555, те же самые кинжалы и скандеры, они могут использовать. По поводу их возможностей, они ограничены технической готовностью носителей. Вот сейчас мы говорим о возможности загрузки, перезагрузки калибров на территории Новороссийска, которая, в общем-то, ограничивает использование калибров. Как только они исправятся с этими проблемами, они будут их, возможно, запускать чаще. И вторая проблема – это техническая готовность самолетов, самолетов-бомбардировщиков к запуску ракет Х-101. Было мнение о том, что, в общем-то, износ техники не позволяет им запускать Х-101 на пределах возможности барабанов, которые задерживаются в бомбардировщиках Ту-95. То есть каждый бомбер сейчас может нести меньшее количество ракет. Ну вот, и поэтому и запуск, скажем так, более ограничен. Но в целом ассортимент остался тот же самый. Спасибо за участие в нашем эфире. Рады будем видеть вас снова. Денис Попович – военный обозреватель. Мы с ним говорили о ситуации на фронте. И ситуации с противовоздушной обороной Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова